Хорошо, добрый день всем. Я очень рад иметь возможность с вами поговорить о раке желудка, о раннем выявлении, о профилактике, о том, как это работает. Попробуем. И в Европе, особенно в Восточной Европе, безусловно, Китай, Россия и самые высокие уровни распространения рака желудка – это Япония и Южная Корея. Так что, как вы видите, очень разная картина в разных частях света. Это то, что было уже вам сегодня показано. Это смертность. Примерно 10% всех смертей от рака приходится на рак желудка. И абсолютное неравенство наблюдается по регистрам. Примерно 65% в Корее, примерно 2% в некоторых странах Африки. Так вы видите, разница в 35 раз примерно. Разница в уровне риска. Так что, это весьма интересное явление. Это явление, которое говорит о каких-то даже идеологических вопросах. Ситуация в России. Мы видим, что здесь тоже совершенно крайние случаи и крайние ситуации. Некоторые есть территории, например, на северо-востоке, где очень высокий уровень. На севере также и европейской части, и на юге, границ с Монголией. Но есть другие территории, где достаточно низкая угроза. В целом, мы наблюдаем, конечно, уменьшение случаев рака желудка по всем популяциям, по всем регистрам. Эта тенденция очевидна. Вот здесь мы видим Россию. Это доктор Сидерский дар мне эти слайды. И вы видите, в России где-то вот здесь, это красный цвет. И здесь очень существенное понижение наблюдается, как для мужчин, так и для женщин. И также понижается уровень смертности от рака желудка. Однако глобальная нагрузка, мы ожидаем, не будет повышаться в ближайшие годы. Но на самом деле, конечно, с учетом роста населения, мы, тем не менее, можем ожидать роста. Именно потому, что большая часть населения, все большая часть населения, это будут люди преклонного возраста, а именно среди населения пожилого возраста этот рак развивается. Особенно это характерно для, конечно, стран, развивающихся в этих странах. С одной стороны, сейчас и наблюдается повышение продолжительности жизни. Это значит, что есть возможности увеличения случаев завоевания рака желудка. Мы видим с вами, что мы можем наблюдать. Даже если мы будем учитывать понижение примерно в 2% в год, несмотря на это, все равно мы будем увидеть примерно такое же количество новых случаев заболевания. Примерно миллион к 30-му году вследствие роста населения. Я снова показываю вам этот слайд для того, чтобы показать, что всюду мы можем говорить о том, что примерно 50% у мужчин в 2 раза чаще возникает заболевание раком желудка, чем у женщин. Есть некоторые данные, которые показывают, что здесь есть гормональные причины, которые объясняют подобное различие между мужчинами и женщинами. Например, есть пониженный риск рака желудка, который связан с годами в жизни женщины, когда она может выносить и родить ребенка. И это важно. Это еще одно явление, которое часто обсуждается. Есть ли при снижении уровня заболевания раком желудка возникновение новых эзофагокарцином? И мы видим здесь повышение. Видим особенно как раз в тех странах, где меньше уровень заболевания раком желудка. Наверное, это можно как-то объяснить. Например, когда хеликобактер отсутствует, тогда, скорее всего, возникает проблема ожирения. Здесь соответствующие новые проблемы возникают. И это может объяснять в какой-то степени появление карциномы пищевода. Но в основном, конечно, хеликобактер, о котором мы будем говорить с вами, приводит к атрофии. А атрофия снижает кислотность желудка. И в случае устранения, в случае лечения хеликобактер или при отсутствии хеликобактер больше кислотность, выше кислотность желудка. Каковы же основные факторы риска, связанные с раком желудка? На самом деле, это рак, связанный с инфекцией. И мы уже сегодня говорили о таких раках, говорили о вирусах гепатита, их связи с раком печени, говорили о различных случаях, связанных с ВИЧ и с ВПЧ. И, конечно, хеликобактер пилории. Это, конечно, вирус, который является карциногенным. Именно карциногенным, и вот так он классифицируется. И на основе различных методологий исследования, включающих классификацию, включающий обзор различного рода литературы и оценку новых возникающих случаев, очень часто мы говорим, что эти виды рака связаны с инфекцией. И хеликобактер отвечает примерно за 800 тысяч случаев. Это практически 90% всех случаев рака желудка. Это больше, чем, например, ВПЧ или какие-то другие вирусы. И это оценки, таким образом, которые говорят о связи с инфекцией в Африке, в Латинской Америке, в Азии. Это, безусловно, конечно, связано с инфекцией. И это зависимость больше, чем в Северной Америке, в развитых странах Европы, в Америке, например. И, конечно, все это в рамках нашей презентации говорили. Пилори отвечает примерно за 90% раков желудка, а не кардиальных. И мы очень на раннем этапе жизни эти вирусы передаются через родственные отношения. Даже с водой можно заразиться. И эта инфекция остается в желудке на протяжении всей жизни человека. И это очень широко распространенное заболевание в большинстве популяций, особенно в когортах старшего возраста. И превалентность Пилори ассоциируется, конечно, с раком желудка. Нет, нельзя сказать, что если нет хеликобактер, нет рака. Нет, но есть такие районы мира, где и обратная ситуация. Низкий уровень рака при высоком уровне хеликобактера. Почему так происходит? Это, конечно, еще интересный вопрос. Каким образом и почему они не коррелируются именно в Африке. Ну, вот здесь корейский путь, так сказать, Пилори описывала этот путь развития рака. От нормальной слизистой оболочки мы переходим к гастриту. Со временем он превращается в хронический гастрит, затем происходит атрофия слизистой оболочки, затем дисплазия и карцинома. Различные пути существуют для развития инфекции. Иногда может быть пептически такие осложнения возникать. В основном асимптоматические, на протяжении жизни человек даже не замечает, но могут быть лимфомы также результатом развития по такому пути. Но лимфомы излечимы. Таким образом, мы можем говорить о том, что в разных направлениях может происходить развитие. А почему так происходит, мы не знаем. Есть, конечно, определенные факторы вирулентности. И остров патогенности КЭГ-А является хорошо известным. И ВЭГ-А – цитотоксин, да, и субтипы, подтипы этого цитотоксина. И различные другие факторы, которые сейчас исследуются. И, к счастью, ни один из них является полезным с точки зрения клинической практики. Для того, чтобы понять, какой именно будет способствовать развитию рака желудка. Поэтому нам все равно нужно, конечно, думать о том, каким образом вирусы различные влияют на развитие ситуации. Экологические факторы. Факторы, связанные с окружающей средой. Курение, соль, алкоголь и консервированные продукты. И переработанные продукты. Различные фонды дают сейчас свидетельство того, что это все сказывается на возможности развития рака. Хотя, конечно, окончательных выводов пока нет. Их очень трудно установить, такую связь напрямую, например, с диетой. Генетические факторы имеют роль. Конечно, обсуждается генетический полиморфизм, интерлекины, которые приводят к тому, что у людей это более сильная иммунная реакция на хеликобактер. И поэтому возникает повреждение, поражение слизистой оборочки. Но, как мы говорили, эти исследования пока не дают окончательных результатов. Что же можно сделать для предупреждения рака желудка? Можно, наверное, снизить факторы риска. Например, сократить употребление соли. Конечно, это скажется и на решении других проблем. Сократить употребление мяса. Это тоже важно и полезно по разным причинам. Это тоже может быть карциногеном. И, конечно, необходимо снизить употребление алкоголя. Все эти вещи весьма простыми являются, но они могут помочь в предупреждении рака желудка. Что еще важно? Важно, конечно, избавиться от хеликобактера пилори. Или излечивать человека от подобного рода инфекции. С другой стороны, у нас есть возможность проведения скрининга и предоставления лечения рака на раннем этапе с помощью эндоскопии, исследований рентгеновских. И раннее обнаружение очень важно с учетом, конечно, ранних признаков. Обычно люди жалуются, когда уже поздняя стадия наблюдается. И, конечно, эта болезнь является очень опасной и ведущей к смерти. Хеликобактер пилори может быть излечена с помощью PPI и антибиотиков. Это на самом деле есть сотни и сотни публикаций, которые говорят о том, что от этого вируса можно излечиваться. И мы проводили исследования в Латинской Америке в семи точках. Мы проводили рандомизированные исследования и изучали различные схемы использования различных антибиотиков. И, видите, примерно 82% людей получили возможность излечиться. Элиминация произошла. И можно даже выйти на более высокий уровень. Иногда можно излечивать, а потом повторно лечить в том случае, если эта элиминация не прошла достаточно успешно. С другой стороны, существуют такие исследования, которые исследуют подобного рода элиминацию и её влияние. Как это сказывается на раке желудка? Есть такие исследования, долгосрочные рандомизированные исследования, которые рассчитаны на длительный период времени. И, в принципе, можно говорить о том, что можно примерно 30-40% случаев изникновения рака желудка предотвратить. У нас, конечно, таких исследований не так много. И количество событий в рамках исследования хорошо известно. Посмотрите сюда, увидите это. Здесь действительно их совсем немного. Метаанализ, так сказать, у нас не так много новых результатов имеется. Но, тем не менее, вы видите, что общий эффект здесь совершенно ясно отражён. Вы видите снижение опасности этого рака. Это видит рак в группах с элиминированной бактерией. Где всё не так ясно? В Китае, например. Мы не знаем, каковы там результаты, и будут ли результаты полученные там применимо. Но здесь очень важный момент есть. Конечно, это группы возрастные, и присутствие прикёрсоров. Когда лучше всего принимать решение о лечении? В каком возрасте? Потому что в некоторых возрастных группах наличие атрофии является слишком существенным моментом для того, чтобы принять решение о лечении, для того, чтобы не выйти на момент безвозврата. Конечно, мы должны не только предупреждать, проводить профилактику, но также нужно обязательно добиваться того, чтобы эти болезни передавались детям. Поэтому ещё раз я повторяю, очень важны возрастные группы, и в присутствии гастрита, например, мы знаем очень мало сейчас о том, каким образом эти программы можно использовать, и как часто эти инфекции могут возобновляться. Потому что на самом деле есть нежелание начинать подобного рода программы. Ни одна страна ещё всерьёз не отнеслась к программе эрадикации такой, эллиминации. Именно потому что могут быть такие побочные последствия, побочные явления. И, конечно, нужно добиться того, чтобы подобного рода программы были экономически эффективными, потому что ведь на самом деле это вмешательство оказывается не слишком дорогим. Затем вероятность развития аденокарциномы, аденокарциномы пищевода. На самом деле таких случаев значительно меньше, чем случаев рака желудка. Есть обсуждение появления астмы или других иммунных осложнений. Есть, конечно, ещё опасения, связанные с антимикробной резистентностью. Потому что очень длинный курс антибиотиков, сильных антибиотиков, на протяжении длительного времени, например, 10-15 дней, может привести к возникновению ситуации резистентности воздействия антибиотиков. И, конечно, мы понимаем, что, конечно, есть другие источники антибиотиков. Мы им подвергаемся воздействию этих источников, но даже об этом не знаем. Но когда мы в медицинском контексте применяем антибиотики, надо это учитывать обязательно, по крайней мере. Даже если не возникнет такая резистентность, надо же всё равно понимать, что некоторые антибиотики станут не столь значимыми для речения той или иной болезни. И есть, конечно, изменения микробиоты. Это тоже важный момент, который надо учитывать, и это такое приходящее явление. Как я уже сказал, экономическая эффективность важна. Похоже, что эти приёмы являются действительно экономичными, но об этом говорят только данные наблюдений. Дополнительные преимущества. Например, вообще улучшение всего курса лечения на диспепсии. На самом деле всё это не учитывается в анализе эффективности. И не так много данных мы получаем из вивающихся стран. У нас было такое совещание в 2013 году, когда специалисты со всего мира собрались для того, чтобы что делать с хеликобактером, как избавляться от хеликобактера пиллери. И вывод был такой. Мы должны... Страны должны создать программы по борьбе с раком желудка. Страны должны начать думать о избавлении от хеликобактера пиллери, оценивать ситуацию и учесть данные и предоставить данные, которых не хватает. Есть данные по ещё одному исследованию в Корее с использованием данных программы скрининга. Здесь у нас тоже... Мы рандомизируем здесь позитивных пациентов, которые обратились к нам по разным причинам. 11 тысяч человек, за которыми мы будем наблюдать в течение 10 лет. Есть ещё одно исследование, в котором мы участвуем. Это исследование GISTAR. Проводится в Латвии. Может быть, проводится и в других странах. Мы говорили с группами специалистов в России о включении в это исследование. Это несколько более сложное исследование, но, в принципе, мы рандомизируем здесь часть у нас пациентов с вмешательством, другие без. Мы проводим тестирование на хеликобактер. Если у нас результаты позитивные, то мы начинаем проводить лечение и получаем сериологические маркеры гастрита, проводим исследования на них и создаём протокол наблюдения сериологического. И если такие наблюдения осуществляются, то мы, конечно, выдаём рекомендации по проведению их. Есть у нас такое исследование в Китае. Они... 200 тысяч человек привлекли. Да, это группы, рандомизированные группы с лечением, без лечения. И это исследование сейчас проводится, и результаты мы получим в ближайшие годы. Я думаю, что результаты дадут нам очень много информации о перспективах вмешательства. Теперь, что касается скрининга. Есть страны, у которых есть такие организованные программы. Корея, например, они приглашают всех на скрининг периодически. Я могу вам рассказать это более подробно. Это основано всё на самом деле на желании обнаружить ранние стадии рака. Тогда, когда практически на 90% рак излечим. Однако, пока мы не знаем, как это сказалось на раке желудка, какие последствия для распространения рака желудка это имеет. У нас пока нет таких доказательств эффективности. В Корее национальная программа скрининговая включает эндоскопическую и радиологический скрининг для всех, кому 40 лет и более. Любой человек может каждые два года обратиться для того, чтобы пройти скрининг. И в реальности они проходят эндоскопическое обследование, и можно биопсию пройти. Если биопсические результаты позитивны, то они проходят лечение. Но в Корее есть снижение смертности. Да, количество новых случаев заболевания остаётся на прежнем уровне, но понижение смертности наблюдается. Но надо сказать, что эта тенденция началась задолго до введения программ скрининга. Именно поэтому очень трудно сказать, с чем связано такое снижение смертности. Вот здесь вы видите классификации, которые используются, когда мы проводим эндоскопическое исследование людей, в которых вы наблюдаете прекурсоры. Я здесь не буду говорить, конечно, подробно. Здесь есть различные данные, которые говорят о том, какие частотности использовать для того, чтобы поступать, когда вы обнаруживаете какие-то отклонения при скрининге. Вот Корея и в случае заболевания раком желудка, верхняя синяя линия с 99-го года, вы видите, такая почти прямая линия. Что касается смертности, тоже синяя линия, вы видите, здесь понижение. К сожалению, у меня нет другого слайда, но если бы мы с вами вернулись, тогда мы бы увидели с вами, что это понижение наблюдается с 1980-х годов уже. В Японии. В Японии тоже очень интересный случай, потому что в Японии в настоящее время они всем, у кого есть гастрит, возмещают затраты на лечение, на избавление от хеликобактер пилори. Есть программа такая аппаратонистического характера, скрининг на гастрит, и те, у кого позитивные результаты, проходят лечение. Это в значительной степени, конечно, привело к тому, что в реальности они начинают уже заявлять о том, что такая программа имеет положительный эффект. На смертность. Но в целом, то, что они делают, как я уже сказал, это лечение. Если есть хеликобактер, тогда они проводят лечение. Если вы принесли эндоскопию, если есть какие-то аномалии, то они будут наблюдать. Итак, в рамках роня в диагностике, как уже говорил, рак желудка – это очень серьезное заболевание, очень плохая выживаемость, кроме ранних стадий. Кроме того, есть выраженность аноматика, боль, кровотечение и так далее, и так далее. В заключение, рак желудка будет продолжать убивать миллионы людей в течение десятилетий. Программа контроля рака включает в себя меры по профилактике и контролю. Точно-таки определенные исследования, которые говорят о влиянии скрининга. Эрадикация гелевого катастрофа в пилори. Это хорошее способ вмешательства. И текущее исследование дадут нам дополнительные ответы. Большое спасибо, Роланда. Можно ли задать вам вопросы? Вы продемонстрировали в нескольких слайдах снижение в чистоте и смертности от гартного, от рака желудка. И это началось очень давно, 70 лет назад. до того, как мы знали теологию, до того, как мы поняли, что гелевого катастрофа в пилори вовлечен до всего этого, до того, как мы открыли, что существует эффект диеты и так далее, и так далее. в Японии, до того, как в Японии и Корее начался скрининг. Могли бы вы объяснить? Мое впечатление в целом, то, что это снижение, это не связано никак с нашим влиянием врачей. Как вы думаете, почему? В чем причина это снижение, как в чистоте выявления, так и в смертности? Я думаю, что это в первую очередь гигиена и лучшее питание. С одной стороны, существует явное снижение в количестве глифактора пилори и случается также вызывает новые кривые. Если посмотрите на распределение гликобактерной инфекции, везде, в большинстве мест, кроме некоторых мест, таких как в Сибири и некоторых мест на Среднем Востоке, частота не снижается, но в большинстве мест все-таки дети заражаются реже, чем взрослые раньше и дети раньше. Поэтому меньше часто инфекции в гликобактерной пилори и это вызывает снижение частоты веления и смертности. И также, как у меня того, я думаю, что не только гликобактеры основная причина, но также важен доступ к более хорошему питанию, лучше диеты, больше фруктов и овочей и так далее. Я думаю, что очень традиционные виды пищи, такие как соленых и маринованных продуктов, могут вызывать также в каких случаях рак. Сейчас это не то, чем питаются, питаются не так, как раньше питались в деревенских властях. Сейчас больше разнообразия. Я думаю, что это вероятное объяснение. У нас очень мало времени. Я все равно хотел бы задать еще один вопрос. Мы живем в стране, в которой сейчас ракшелудка все равно высока. Она снижалась и продолжает снижаться, как вы показали. Я просто хотел бы, чтобы вы сказали еще раз относительно скрининга. Предлагаете ли вы скрининг для рака желудка в этих странах? Вы только сказали, что нет достаточно свидетельств, чтобы доказать, что он эффективен. Но я думаю, что вы будете предлагать возить скрининг на рак желудка. Нет, я не буду предлагать это делать. В первую очередь нет свидетельств о том, что он эффективен, его воздействие будет очень ограниченным, его очень сложно организовать, это дорого. Это требует высокого образования, значит, уровня вызывания технических навыков. Это неплохая идея в целом. Я думаю, что возможность эрадикации геликобактера в некоторых областях с очень высоким риском использования вмешательства было бы очень интересно. Могло бы повлиять не только на людей, которых влечит, но также и на повлияло бы на следующее поколение. Давайте продолжим. Продолжение этого вопроса, я хотел бы спросить вас еще один вопрос. Я хотел бы спросить это касается не только России, но и многих других стран, в которых есть очень высокая частота рака желудка, возможно, не такая высокая, как в Корее, Японии. Мы не можем проводить скрининг, но можем вырозировать геликобактер пиллера, но, например, в Латинской Америке, мы знаем, что люди сейчас привлекаются вводить свои антибиотики ученые на ранних этапах и во время жизни. Это тоже влияет на возможно программу эрадикации геликобактер пиллера. Если вы начинаете программу эрадикации геликобактер пиллера, необходимо определить паттерн резистентности к антибиотикам и необходимо определить вмешательство на основании паттернов резистентности в обществе, в котором вы собираетесь воздействовать. Естественно. И необходимы огромные дозы для эрадикации. Дозы антибиотиков. Да, довольно большие дозы. Да, да. Просто последний вопрос. В последствии всех этих вопросов. Что вы посоветуете для Российской Федерации? Вы не советуете скрининг. Вы, наверное, посоветуете эрадикацию в определенных областях. Да? Что вы посоветуете? Какова стратегия в стране? Просто ждать, пока частота снизится и ничего не делать. Или, ну, как я уже говорил, уже частота будет все равно оставаться высокой. Надо что-то делать, не надо ждать. Есть много диетарных воздействий, изменения диеты, которые еще можно применить в России. Например, люди потребляют большое количество соли, везде есть солонки, люди их используют много, окажем, в столе есть солонки. В некоторых местах, я думаю, что есть проблемы с распределением еды, и также есть определенные диетические привычки, которые, например, связаны с тем, что потребляется небольшое количество фруктов, врачей. Также важно курение, употребление алкоголя. Собственно, все обычные воздействия на общественное здоровье, которые определяются при других видах рака, также окажут влияние на рак желудка. Если говорить же о радикации гликопатрапироли, то есть мы должны заняться в областях наибольшего риска. Продолжение следует... Продолжение следует...